Девушки отдыхают Потому что я очень часто бываю в России и в русскоговорящих церквях, это близко моему сердцу И когда я слышу русский язык, мое сердце смягчается Я очень рад, что мы сегодня можем здесь, в Берлине быть Я приехал сюда из Мюнхена Но на самом деле я происхожу из севера И знаете, Бог призывает разных людей из разных наций И это очень хорошо, что мы совместно служим Господу Что они все похожи на меня Потому что это было бы очень скучно Но даже если бы все были такими, как ты И это тоже было бы скучно И Бог собрал нас разных Бог привел темпераментных людей вместе И те, которые более поспокованы Которые засыпают Но мы все принадлежим друг другу И мы можем служить друг другу И это Божья идея, чтобы мы совместно служили Господу И эту идею Бог имел еще в самом начале И он видел Адама, который был сам по себе И Бог создал ему помощницу, которая была соответственна ему Это его принцип Совместно И вы знаете, что мужчина отличается от женщины Когда люди женятся, они думают О, мы так похожи друг на друга И через 30 лет ты начинаешь замечать Да, моя жена совсем другая, чем я Может быть у тебя не так, но у моей жизни так Моя жена совсем другая, чем я Но это хорошо, что она другая Потому что мы друг друга дополняем очень хорошо Это Божья идея Поэтому не летайте где-то в иллюзиях Что все должно быть одинаково и похоже на вас Это просто какие-то мечты Потому что именно благодаря разнообразию мы дополняем друг друга И иногда ты приходишь в церковь и думаешь О, в этой церкви все идеально Потому что мы там дополняем друг друга хорошо И там только любовь и все хорошо Ты знаешь, что это все видимо И даже и в таких церквях не все бывает хорошо Потому что мы разные люди И потому что мы разные И иногда проходит наше человеческое И я знаю, что у русских с их темпераментом Они смотрят все в черном-белом цвете И я когда пытаюсь как бы это белое-черное совместить Это наш немецкий менталитет Я когда-то проповедовал в России И они мне говорили Эй, ты давай, или так, или так Не надо там посередине сказать Ты должен сказать Или так, или так, или черное, или белое И я уже научился Что у вас надо четко говорить Я не хочу вас сильно Как бы нагрузить И буду сегодня ясно проповедовать Вы со мной И у вас большое сердце для меня Я люблю вас И я очень рад, что мы вместе можем быть И Бог знает, что мы сами по себе не справимся в жизни И поэтому Бог послал нам помощь И кто помогает нам Дух Святой Но кроме Духа Святого Бога Еще о другом помощнике говорит Кто это Иисус И в Писании сказано, что Иисус ходатайствует за нас у Отца 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих написано Написано, что Иисус является ходатаем Твоим Потому что никто из нас Мы сами по себе не пробьемся в жизни И нам нужна эта поддержка И сегодня после обеда есть люди здесь У которых уверенность внутри Мне не нужно никакой заступник, поддержка И ты думаешь, я сам по жизни пробьюсь Но я хочу тебе сказать сегодня Тебе нужен Иисус Тебе нужна эта поддержка Тебе нужна помощь от Него Когда тебе в особенные моменты нужна эта помощь Особенно, когда Библия говорит Когда мы согрешаем Это нормально, когда мы живем безгрешной жизнью И как дети Божьи мы призваны Вести жизнь без греха И Бог дал нам способность Силу противостоять греху Но в то же время Бог говорит В той же самой книге Если мы согрешаем Тогда у нас есть ходатай И это Иисус Христос Он вступает за тебя Потому что Бог знает, что ты слабый И Он знает, что тебе нужна помощь И сегодня ты здесь Ты сделал ошибки Ты согрешил Может быть по твоему лицу Это не видно, что это согрешение Но в твоем сердце это понятно И сегодня Иисус Как ходатай и поддержка для тебя здесь Который говорит тебе Я тебя люблю И я пронесу тебя Ты не можешь Не должен сам по себе пробиваться Потому что Иисус ходатай твой Заступник, поддержка твоя Твой адвокат, твой юрист Ты имел когда-нибудь адвоката Который против тебя бы работал Ты когда приходишь и нанимаешь адвоката Чтобы он защищал тебя Он против тебя Нет, он за тебя работает На тебя работает Иисус работает на тебя Без того, чтобы ты платил Ему за это Потому что это Его предназначение С Божьей стороны Он для этого был послан Он первосвященник Который может сострадать нам В Библии написано, что Он был искушен Так же, как и мы бываем искушаем Он взял наши слабости и знает И этот адвокат Он не делает тебе никаких претензий Но стоит близко к тебе Он видит твои слабости Он видит, где тебе нужно прощение И знаешь, прощение — это Божье средство Которое помогает нам Чтобы люди опять сошлись вместе Чтобы опять соединились сердца друг с другом Хочешь ты взять это для себя сегодня? Иисус — твоя поддержка, твоя ханатай Он сидит у Отца Он ханатайствует за тебя, потому что ты согрешаешь Потому что ты был слабым И даже если ты не грешил Иногда приходят плохие мысли Но ты понимаешь, что эти мысли начинают двигаться В совсем неправильном направлении И ты чувствуешь, что ты борешься Но там есть Иисус, который сидит у Отца И приходит совсем другой адвокат И это Дух Святой Он наша поддержка и защита здесь на земле Утешители здесь И в Евангелии от Иоанна Там написано очень ясно И там написано конкретно ясно Что Дух Святой является нашей поддержкой И утешителем здесь на земле Иисус сказал, не оставлю вас сиротами Этот принцип взаимоотношений Он показал нам пример И в общении с Духом Святым И Дух Святой здесь для тебя И Дух Святой видит твои слабости Видит тебя там, где тебе нужна поддержка Видит твои сомнения Видит твои слезы Я говорю это особенно тем людям Которые сегодня здесь в первый раз Может быть для тебя это что-то новое, что ты слышишь Может быть ты об этом Таким образом никогда не слышишь Но я просто хочу сказать тебе Открой свое сердце для Духа Святого И пригласит Духа Святого внутрь тебя Чтобы Он пришел к тебе Чтобы Он наполнил тебя живой водой Это Дух Святой для тебя Который хочет течь в тебе Чтобы утешить твою жажду Утолить жажду Тогда, когда жизнь высасывает силы из тебя Там, где ты чувствуешь себя пересохшим Когда приходит Дух Святой И когда ты наполняешься Духом Святым Ты соединяешься с Божьим потоком воды Это Божья вода Она течет через тебя Когда мы читаем в Евангелии об Иисусе Мы видим, как Иисус встречался с людьми Когда Он видел нужды людей Он не судил людей Но поддерживал их с любовью Но когда Он служил им Он не выгораживал их грехи Он говорил, тебе нужна помощь здесь И несмотря на их грехи Он с любовью обращался с ними И давал им именно то, в чем они нуждались Давайте мы откроем нашу Библию В Евангелии от Иоанна Kapitel 4 4. Глава Да, 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 да. 13 стиха. Иисус говорит ей в ответ, Всякий пьющий воду сию возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которая я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Иисус разговаривает с женщиной, которая жила в другой культуре. И у него не было проблем никаких разговаривать с ней, общаться с ней. И даже несмотря на то, что это общение, оно переступало границы культуры этого времени. Почему Иисус приходит к этой женщине? Потому что ситуация была такая, что он нуждался в воде, он хотел пить. Он был в состоянии нуждающегося. И потом попросил эту женщину, дай мне пить. И он попросил ее. Знаешь, иногда очень хорошо и нужно просить людей о чем-то. И ты когда просишь кого-то, и тебе приходится смиряться и говорить, помоги, мне нужна твоя помощь. И через эти обычные точки соприкосновения приходят духовные вещи. И когда он общался с ней, прося у нее воды, он видел в ней, что ей нужна больше, чем просто вода. И речь не всегда идет о внешнем видимом. Но он видел, что там что-то было глубже. У нее была жажда побольше. И он начинает говорить с ней о глубокой духовной теме. И я сегодня не буду вдаваться во все детали ихнего разговора. Но на этот главный момент мы обратим внимание. Эта женщина, она нуждалась в том, что только Иисус мог дать ей. Что-то, что в другом месте она не могла получить. Да, да, у нее были возможности сделать что-то. Она могла дать Иисусу обычную воду. Она могла служить другим людям. И у нее был какой-то опыт жизни. Но были области в жизни, в которых она не могла пустить других людей. И там нужна была более высшая сила, чтобы она решалась. И ей нужна была сила Божия. Ей нужна была сила Духа Святого. Может быть, ты успешный человек. И может быть, ты можешь какие-то вещи двигать. Может, ты двигаешь какие-то серьезные вещи. Может быть, ты инженер. Может быть, ты какой-то образованный человек. Может быть, ты писатель. Может быть, ты просто рабочий. И можешь двигать какие-то вещи. Но есть сферы, в которых, сферы твоей жизни, в которых нужна тебе поддержка. Вот это, это поддержка. Потому что ты не можешь справиться с этим самым. Есть некоторые вещи, в которых ты сам себе помочь не можешь. Иисус приходит к тебе. Сегодня Бог предлагает тебе свою живую воду. Ты, если ты не принял Иисуса в свою жизнь, Бог приглашает тебя, чтобы ты мог сказать ему, Иисус, я хочу иметь тебя в моей жизни. Мне нужна эта сила Духа Святого в моей жизни. Я хочу с этой силой идти по моей жизни. Я смиряюсь пред тобой, Иисус Вискос. Я склоняю мои колени при тобой, живым Богом. И говорю тебе, будь Богом моей жизни. И когда человек делает так, начинается отношение между человеком и Богом. И тогда, когда человек говорит, это Иисус приходит и становится помощником нашим. И это отношение, это все растет. Это превращается в что-то большое. И мы делаем шаги вместе с Богом вперед в жизни. И у тебя есть право просить Иисуса, Бог, дай мне твою живую воду. И Иисус будет просить тебя, потом придет время, и Он будет просить тебя, чтобы и ты сделал для Него что-то. Чтобы потом ты инвестировал сюда. Так же, как Он потом попросил эту женщину. Но это будет совсем другой уровень, чем то, что Он может тебе дать. Иисус дает тебе сверхъестественное. И Бог хочет дать свободу в твоей жизни, чтобы в твоей жизни произошло что-то, что сделает разницу. Да, Herr, я хочу это воду от тебя. Да, эта женщина сказала, да, господин, я хочу иметь эту живую воду. Когда девушка в Якубсбрунне эту вопрос или эту битку им gegeben hat, wusste sie eigentlich nicht, worum es geht. Да, конечно, когда эта женщина, сидя у колодца Иакова, сказала Иисусу эту фразу, она понятия до конца не имела, о чем она говорит. Она, может быть, только частично понимала, о чем он. И потом Иисус начинает объяснять ей. И потом она говорит, та вода, которую я дам тебе, это совсем другая вода. Речь не идет уже больше об этом натуральном, в плоскости, сфере. Но уже речь идет о сверхъестественном. Что произойдет с этой водой? И Бог говорит, что будет, произойдет, оно сделается внутри человека источником. И мне это очень нравится в этом месте Писания. Иисус нам что-то дает, и то, что мы принимаем, оно внутри нас становится источником. Что это такое? Это не обычная вода, но это вода Духа Святого. Дух Святой течет. Иисус говорит, что, если мы принимаем Дух Святого, то через нас потекут реки воды живой. Это начинается в нашем сердце и потом течет через нас. Как это в твоей жизни? Течет из твоей жизни в жизни других людей что-то хорошее. Являешься ли ты таким человеком, который может служить другим людям тем, что ты получил раньше от Бога? И здесь, в этом пункте, мы возвращаемся к нашей первоначальной мысли. Мы не можем сами по себе прожить эту жизнь. И ты сам по себе не можешь жить эту жизнь. Мы нужны друг другу. Нам нужна церковь для того, чтобы мы могли служить друг другу. Чтобы церковь друг другу служила и людям за пределами ее. Почему ты сегодня пришел сюда? Может быть, ты хочешь, тебя увидели, заметили. Может быть, тебе кто-то приказал прийти сюда. Ты контролирует, пришел ты сюда или нет. Ставят галочку. Может быть, пастор Влад по списку отмечает, кто был сегодня, кто нет. Я не хожу по этим причинам церковь. Но что-то влечет меня. Что-то влечет меня в общение с другими христианами. Я замечаю, что здесь собираются люди и течет живая вода, через тех людей, которые открыли свое сердце для Духа Святого. И когда Дух Святой приходит, он наполняет наше сердце. И через момент ты становишься источником для тебя самого, но также для других людей. Это секрет. И я надеюсь, что мы можем понять эту тайну. Бог дал тебе задание, и тебе нужно жить, исполняя Божье призвание. быть человеком, который нацелен на Иисуса. И ты принимаешь от Него. И потом дальше даешь. Человеком, через которого течет живая вода Божья. Потому что у тебя есть опыт переживания Духа Святого в своей жизни. Ваша церковь называется источник жизни. Да, unser пастор, der ist so eine richtige Quelle. Der soll sich mal mühe geben, dass der gut predigt. Und unser Lobpreis-Team, ja die auch. Die sollen mal gut üben und viel beten. Damit, wenn ich am Sonntag in die Gemeinde komme, dass ich gesegnet bin. Ja, dass ich bin. Ich habe so eine schwerere Woche gehabt. Aber ich habe so eine schwerere Woche gehabt. Ja, mein Pastor weiß das überhaupt gar nicht. Und mein Pastor weiß das überhaupt gar nicht. Er ist schwer, das ist für mich. Er soll erst mal richtig arbeiten lernen. Und er soll jetzt mal richtig arbeiten lernen. Ihr Pastoren, ihr tut doch nichts. Aber ich, ich komme jetzt in die Gemeinde und ich erhol mich jetzt mal. Ich komme jetzt in die Gemeinde. Ich komme jetzt in die Gemeinde. Ich komme jetzt in die Gemeinde. Und ich erhol mich jetzt mal. Mal gucken, was es heute dann gibt. Давай посмотрим, was es heute dann gibt. Gucken wir mal auf die Speisekarte. Давайте посмотрим unsere Karte-Menü. Dann wird hoffentlich was Gutes für mich dabei sein. Может быть, в этом Menü ist etwas Gutes für mich dabei. Zum Glück rede ich jetzt nicht über eure Gemeinde. Ich s радостью думаю, dass ich nicht über Ihre Gemeinde. Das habe ich irgendwo anders gehört. Und wenn es das bei euch so sein soll, dann nehmen heute Nachmittag diese Herausforderung. Und sagen, ich will zu Jesus kommen. Und ich will, dass dieses Wasser des Heiligen Geistes durch mich fließt und dass ich erlebe, wie in mir diese Quelle ist. Mog пережить это состояние, wie in mir появляется источник. Und wie ich ein Leben führe, was gesätigt ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wie andere von mir profitieren können. Und wie dieses Wasser durch mich fließt. durch das, durch das Widen, durch die Welt durch mich fließt. Durch das Wasser durch mich fließt. Durch das Wasser durch dich fließt. Позволь ему, чтобы он тек через тебя. Я хочу попросить вас, чтобы вы на короткое время закрыли глаза. Я хотел бы, чтобы вы закрыли глаза и внутри себя представили, как выглядит источник. Вы представили себе это? Я привез вам некоторые картины. Давайте я вам посмотрю на первую картинку. Можно свет? Может быть, не так хорошо видно сейчас? Но можете представить себе. А источник, который большим таким потоком вырывается из-под земли. В этом случае это искусственно сделанный такой. Это не настоящий. Но многие люди именно так представляют себе источник. Они представляют себе, как вырывается поток воды из какой-то скалы. Но, конечно, бывают такие вещи. В Берлине, конечно, таких источников ты много не увидишь. Но там, где я живу, в горах, можно найти вот такие источники. Но у меня вопрос, выглядим ли вы все где мы вот таким образом, как источник. Может быть, некоторые из вас любят ходить в горах, путешествовать. Может быть, когда вы были в горах, вы видели там источники. Когда мы с моей супругой гуляем в горах, тогда я специально обращаю внимание на те места, где находятся источники. Я привез вам еще и другие фотографии, на которые я хочу, чтобы вы тоже обратили внимание. Например, вот это. И, в принципе, вот этот вот источник, но он не выглядит как источник. Это просто куча груда разбросанных камней. И там проявляется вода из-под земли и вытекает. Может быть, следующую картинку мы можем посмотреть. И здесь мы видим тоже источник. и здесь просто больше зеленой растительности, чем в других местах, где это источник. Но когда ты по земле идешь, ты не видишь ничего примечательного, что показывало бы там, что источники есть. Ты просто видишь, что там немножко зеленее, чем в других местах. Когда я это так увидел таким образом, это прикоснулось очень сильно к моему сердцу. Да, конечно, очень часто мы представляем себе источник с таким бурным потоком, вырывающейся из скалы. И мы думаем, что и в нас тоже должно быть все так, знаете, так ярко должно проявляться. Да, потому что эта вода должна вырываться из нас, как из шланга, которым тушат пожарники. Да, такие вещи тоже бывают. Но это в большей части редкость. Если ты будешь изучать эту тему, ты увидишь, что источники большей частью встречаются именно в таком виде. неприметные где-то там на ландшафте проявляется вода из-под земли, собирается в маленький ручей, потом ручейки собираются вместе со временем, и потом они превращаются в большой такой поток воды. Но все это начинается с чего-то очень маленького. Иисус говорит, вода, которую я дам тебе, она сделается в тебе источником воды живой. И здесь есть духовная картина для тебя. Особенно тогда, когда ты чувствуешь себя слабым. ты думаешь, может быть, что мой свет, он такой маленький. Я, может быть, не могу многого сделать. Но Бог призвал тебя. Но Бог говорит, несмотря на то, что это такой маленький свет, Он говорит, я хочу, чтобы мой свет шел через тебя. Оно придет в твою жизнь. И это опыт переживания Духа Святого. И оно превратится в тебе в височник. И вода потечет. И потом ты в понедельник утром пойдешь в свою работу. И ты будешь чувствовать, что через тебя течет вода живая. Духа Святого. И потом твои коллеги будут думать, почему у него такое хорошее настроение. Ты был на празднике объединения Германии, поэтому это такое... Нет! Ты скажешь, нет, я был на Анклама-штрассе. И я тебе могу сказать, там течет источник воды живой. Да, потому что там собираются люди, которые верят в это святе-естественное присутствие Духа Святого. Они верят, что есть живой Бог. И они верят в силу Духа Святого. И когда ты веришь, у тебя начнет течь живая вода. И когда поднимается вода в тебе, тогда это совсем нормально. Когда вода поднимается, приходит время, когда начинает переливаться. Я не хочу с пастором Эрхардом потом иметь проблемы здесь. Я не буду выливать, оставлю воду в стакане. Но знаете, через вас здесь может литься вода живая. Дорогая церковь, в Старом Завете уже читаем в Салмах, все мои источники в тебе. Уже в Ветхом Завете они знали об этих источниках, которые находятся в Боге. Тогда они не имели такого доступа к Духу сетям, как мы сегодня, но они знали эту тайну, что нам будем соединяться с источником. И когда мы соединяемся с источником, в нас поднимается вода. Аллилуйя! Не надо потом накачивать себя. Не надо напрягаться потом. Она будет просто подниматься в тебе. Мой отец хотел, чтобы у него был колодец в его гартене в саду и он пробурил скважину. И он сильно напрягался, много сил туда вложил. И когда-то он рассказал мне, и через время я приехал к нему. И я ему сказал, покажи мне твой насос, который там встроил в землю. Ему пришлось признаться, у него ничего не получилось. Он сказал, я пытался и даже много денег потратил на это, но ничего это не принесло. И знаете, так же случается в жизни многих людей. Они пытаются, напрягаются, ищут, инвестируют деньги. Все возможно инвестируют куда-то. Иногда люди даже много денег инвестируют, но в конце концов остаются разочарованными, потому что они не видят, чтобы какая-то жизнь пришла, вода какая-то пришла. Но приди к источнику воды живой, к Богу, и тогда потечет эта вода, она подымется. всякая вода, откуда бы она ни происходила, у нее есть источник. Вода не проявляется просто из воздуха. И когда ты попадешь в горы и придешь к источнику, то в горах это либо вода, которая из подземных источников, или вода, которая является талой водой. У каждого источника есть своя причина. И твой источник тоже должен иметь свою причину. Это Дух Святой. Твои отношения с Духом Святым, который строишь ты, через Иисуса Христа, через то, что ты просишь Иисуса Христа, и Бог дает нам эту живую воду. Аллилуйя! Если ты потом встречаешь человека, который пересох в своей жизни, знаешь, такие переживания, когда ты встречаешь человека, внутри пересох, ты 15 минут пообщался с ним. И он пытается выложить так много слов в твою голову, и чувствуешь пообщавшись с этим человеком 15 минут, что тебя просто опустошило. Ну, в некоторых случаях это иногда больше, чем 15 минут. И ты потом чувствуешь, что ты находишься в общении с человеком, у которого нету своих источников. И такие люди также встречаются к сожалению среди христиан. Они христиане, но не пытаются своими силами свою жизнь построить. Но потом мы встречаем людей. И встречаешься с этим человеком. И ты чувствуешь, что течет вода живая. Ты общаешься с человеком, ты чувствуешь, через него течет вода живая и она тебя освежает. Я надеюсь, что вы как церковь можете переживать такие моменты обновления освежения. Но не моменты, когда с вас высасывают жизнь. И Библия еще говорит об одном аспекте, где вода должна или может течь. И это в отношениях между мужем и женой. И я хочу тоже коснуться к этой теме. «Тринк не вода из другой цистерны». И там написано «Не пей воду из другого источника, из другой цистерны». «Тринк воду из твоего источника». Это важно, чтобы в отношениях между вами был источник, из которого вы вдвоем пьете, Божий источник, чтобы Дух Святой мог приходить в отношения между вами. И когда приходит проблема в отношениях, не пей воду в другой стороне. Не пей в интернете. Не пей там или сям. Но приди и восстанавливай отношения, очищай отношения. Ищите вместе с супругой или супругом Бога вдвоем, чтобы вода живая Божья пришла в ваши отношения. И в этом, когда мы смотрим, приходит посыл на тему благодарности о которой мы говорим сегодня. Научись быть благодарным за все, что Бог дал тебе. И не смотри ни налево, ни направо, не сравнивай. Но иди вместе со своей семьей в общем свой путь. И ищите вместе Бога. Ты можешь меня спросить, Франк, как ты на практике делаешь то, о чем ты говоришь? Как в тебе течет этот источник воды живой? Как ты это делаешь? Для меня очень сильно помогает молитва на иных языках, когда соединяюсь с Богом и течет эта живая вода. Я так благодарен Богу, что Бог дал эту возможность молиться на иных языках. И через Слово Божие Дух Святой также течет через мою жизнь. Во время хвалы и поклонения течет живая вода через меня. Через время, когда мы друг с другом общаемся. Но во всех этих отношениях течет вода живая. Но самое важное для меня это молитва. И когда мы говорим о молитве, особенно аспект молитвы в Духе, молитва на иных языках. И когда открываю мое сердце для молитвы на иных языках, во мне лично что-то особое происходит. Это не единственный путь, но для меня лично, это мое личное свидетельство и переживание. это для меня очень важный путь. И мне очень нравится поднимать свои руки к Богу. И мне очень нравится громко молиться. И мне поэтому нравятся братья и сестры, которые из русскоговорящей среды произошли. В основном они любят молиться громко. Но кроме того, что я молюсь на моем родном языке, я рекомендую молиться Духом Святым. И Бибель sagt в 1 Коринфянам 14 главе написано, кто молится на иных языках, на небесных языках, тот созидает в первую очередь не других, sondern der оба sich selbst. Он созидает, устрояет в первую очередь себя. И в этот момент нам можно быть немножко эгоистами. Почему? Потому что нам нужно наполниться этой живой водой, чтобы она текла на других. И нам нужна эта сила. И когда мы сильны это как мы открываем кран воды, и когда ты молишься, потом приходит момент, когда вода Божия наполняет тебя. кто из вас идет под душ, мыться, и вы не открываете воду? Утром понедельник ты просыпаешься и идешь в душ. говоришь, сейчас я приму душ без воды. Глупость. Так мы не делаем. Мы говорим, опустит живот. И давай открывай хорошо. И когда ты хорошо открываешь кран, вода будет хорошо течь. И знаешь, когда я приму душ, мне приходит свежесть ко мне. Если я полусонный доползаю туда в ванну, и если моя дочь уже вышла из ванны, освободила через полчаса или больше, я поэтому стараюсь до моей дочери зайти в мой душ. Когда я принял душ, по-настоящему я свежесть имею. Как это с тобой? Был ли ты когда-нибудь, или ты имеешь воду живую Духа Святого в твоей жизни? Пригласи Духа Святого к себе сегодня. Пригласи его, чтобы ты смог стать источником воды живой. А может быть в твоей жизни сейчас эта вода потихонечку там течет. Может быть твой источник не выглядит таким напором, но знай, что в тебе есть этот источник. И ты просто открываешь предлоги и будешь наполни и просто поднимись. И это будет происходить тогда, когда ты будешь молиться. Тогда, когда ты будешь искать Духа Святого. Если ты еще не крещен Духом Святым, тогда ищи, проси, Бог, крести меня Духом Святым. Скажи, Иисус, крести меня Духом Святым. Скажи, если ты крещен в воде, скажи, я уже крещен в воде, я уже покаялся, а теперь мне нужно крещение Духом Святым. Потому что это является отличительной чертой, когда говорили о Духе Иисусе. О нем говорили, что он будет тот, который будет крестить вас Духом Святым и огнем. И это все еще актуально в наше время. Это актуально и для Берлина сегодня. Это актуально на любом месте в мире. Мы приглашаем Дух Святой. И потом оно через нашу церковь потечет на дружу. Я просто желаю вам этого . все те, кто в домашних группах руководителями. Я хочу, чтобы эта программа наставничества, в которой вы идете, пусть там течет живая вода. Пусть Дух Святой высвободится. Пожалуйста, любое прославление подадите. Давайте мы в конце служения поднимемся на ноги и будем искать Господа. Давайте мы поднимемся. И будем молиться в Духе Святом. Пусть сила Духа Святого течет. Пусть Дух Святой приносит свободу людям. Пусть уровень воды Духа Святого вашей церкви поднимется. И если люди будут приходить сюда на Анклама страссе после обеда, это будут те люди, которые будут доверять Духу Святому. Мы верим, что Дух Святой может течь и действовать здесь. мы поднимем все руки к Богу. Аллилуйя по течет. Все Субтитры создавал DimaTorzok